И так, когда несколько десятилетий до того, до Рави Хаи Гаона, другой Гаон Саадия Гаон утверждал, что существует, вообще-то говоря, два мессии. Это очень интересная и распространенная концепция среди иудеев о существовании двух мессий. Если один мессия, Бен Йосеф, все знают уже, что такое слово Бен, Бен обозначает сын, то есть один мессия, это так называемый сын Иосифа, это страдалец, то другой мессия, это мессия сын Давида или победитель. Так вот, этот мессия сын Давида установит царство Божье на земле. Он же говорил, что если народ Израиля будет послушен, то возможен приход лишь одного мессии сына Давида, что уменьшит страдания еврейского народа. Эта концепция существования двух мессий, существующая в израильском понимании мессианства последние тысячелетия, очень распространена. Можно спорить с ней, можно соглашаться, но сам факт, как в том анекдоте или как в той шутке, но ход ваших мыслей мне нравится. Мы должны понимать, что евреи на самом деле задумываются о том, что мессия на самом деле не должен был принести на землю обещанный мир и все, на этом заканчивается история. Существует попытка осознания или наконец-то понимания в развитии еврейской философии того, что мессия должен был каким-то образом пострадать. При этом утверждается одна абсолютно интересная мысль, что если бы, подумайте внимательно, Израиль был послушен Богу, то мессии не пришлось бы страдать. И это абсолютно то, что мы имеем, хотя и гипотетическую теорию в Новом Завете. Если бы гипотетически, теоретически Израиль бы принял Господа Бога или Иисуса, когда Он пришел, то ему не пришлось бы страдать. Хотя мы понимаем, что это было пророчество на его смерть, но мы говорим гипотетически. И в этом случае пришествие ограничилось бы функцией сына Давида, то есть победителя, который устанавливает на земле тысячелетнее царство. В то время, как согласно еврейской мессиологии, не путать с миссиологией, миссиология это наука о миссиях, мессиология это наука о Христе. Мессия, он же Христос, одно и то же самое слово. Так вот, согласно современной еврейской мессиологии, две мессии, один страдалец сын Йосифа, другой не страдалец, а наоборот победитель. Это мы с вами говорим о 10 веке. А вот два столетия позднее другой гений, я не побоюсь этого слова, это, наверное, одно из самых известных имен, наряду с Раши. Это Маймонит, Мозес Маймонит или Моше бен Маймон утверждал в своей книге Мишне Тора лишь теорию одного мессии. Причем мессии победителю, как бы исключая Иисуса из своего списка. Но мы с вами говорили, что Моше Маймонит очень часто действовал как реакционер, в хорошем смысле слова, как реакционер. Его позиция была реакцией на давление христианства из них. И он утверждал, что мессия не должен был страдать. Его взгляд на сегодняшний день принимается почти как единственный, благодаря авторитету Моше бен Маймона, подобно авторитету Аристоу Литера когда-то. Но мы должны помнить, что так было далеко не всегда. Малькут Шимони. Малькут это некое собрание Шимони. Автор говорит о том, что мессия был даже ребенком выше Моисея. Малькут Шимони. Очень известное авторитетное сочинение в еврейской истории. Это очень удивительное утверждение, потому что согласно второзаконию 34.10, никто не может быть выше Моисея из рожденных женами. Тем не менее, спустя пару тысячелетий по мере развития еврейской мысли, а мы опять-таки говорим о евреях, важнейший элемент. Тем не менее, евреи утверждают, что да, даже ребенком мессия выше Моисея. Отсюда вывод, что никто не может быть из рожденных женами выше Моисея. Отсюда напрашивается как бы намек, хотя не утвердительный, но по крайней мере подсказательный. Что теоретически евреи могут быть и не против божественности Мессии. На это указывает другой огромный авторитет. Абарбанель. По крайней мере, когда вы будете говорить с людьми, вы можете сказать, да, я небольшой специалист, но по крайней мере я знаю провести несколько имен. Человек, который захочет, он посмотрит. Человек, который не захочет, вам даже нет смысла ему объяснять дальше, потому что он в принципе не захочет. У нас идет объяснение, почему он делать этого не будет. Так вот, Абарбанель говорит, что сам по себе факт того, что второзаконие 34.10 говорит о Моисее как самым высшим, а ребенком мессия может быть выше его, говорит о некой божественности мессии. Другой источник, знаменитый еврейский раввин Моше Ибн Гриспин. Ибн, если они жили в арабских странах или в Испании, которая в то время находилась под властью ислама, естественно, их называли не Бен, а их называли Ибн. Ибн, Моше, Ибн Гриспин. Кстати, Моше, или это имя Моисея, так его звали Моше, происходит от еврейского слова лимшох, то есть вытаскивать. То есть мы знаем, что Моисея вытащили из воды. Моше Ибн Гриспин говорит, что мессия даже выше ангелов. Мессия выше ангелов. То есть мы приближаемся. Обратите внимание на поразительную связь между утверждением Моше Ибн Гриспина с текстом автора послания к евреям. Вы все помните, что в первой главе послания к евреям, что делает на самом деле автор, не обязательно Павел. Хотя некоторые утверждают, что Павел, этому нет доказательств. Он пытается объяснить, что мессия выше ангелов. Мессия выше Мельхи Седека. Или Малхи Седека. Почему он это делает? Потому что послание было написано евреям. А у евреев были свои определенные верования в первом веке нашей эры. И для нас очень важно понять, что верования, которые есть сегодня у христиан, это не обязательно те же самые верования, которые были у евреев-христиан в первом веке. И уж, конечно, не те же самые верования, которые были у евреев-ортодоксальных в первом веке. Они были озабочены вопросами ангелов, Малхиседека и так далее. Поэтому автор послания к евреям, обратите внимание, не к ефесянам и не к коринфянам. У ефесян и коринфян были совсем другие проблемы. Никогда ни Павел, ни кто-либо другой не поднимает с ними проблем касательно Махиседека или касательно ангелов. Потому что для них этих понятий не существовало вообще. Они жили в другом мире, в языческом мире. Но для евреев были очень серьезные проблемы, как с мессианством евреем. Поэтому именно в послании к евреям автор пытается объяснить, что он выше ангелов, выше Махиседека. И он как бы ипостась та, ипостась другая. Потому что для евреев это были актуальные вопросы не только сегодня, но и две тысячи лет назад. Поэтому Маше Гриспин говорит, да, мессия он даже выше ангелов. Трактат Недарим. Мы говорили с вами, что в Библии, не в Библии, прошу прощения, в Талмуде есть трактат. Это Недар, это клятва. Недарим 39 Б. Недарим 39 Б. 39 это лист. Б это вторая страница. Мы знаем, говорит о существовании некоего имени мессии. Или точнее о предсуществовании имени мессии. А что значит предсуществование имени мессии? Это значит под словом имя, мы говорили с вами, подразумевалась некая сущность, которая является Бог. Предсуществование имени обозначает предвечность сущности. Или в данном случае предвечность Господа Бога. Естественно, это неоднозначно. Но для человека, который даже не читая Талмуд, тем не менее признает его аристотелевскую авторитетность, это может быть очень серьезным доводом. Того, что да, ты говоришь, что мессия не Бог, а как же тогда быть с Талмудом и другими местами. Книга Даниила. Я, честно говоря, эту книгу всегда читаю со странным чувством, потому что эта книга наполовину мистическая. Очень многие места мне в ней совершенно непонятны. Существует несколько мест писания, по которым я никогда не проповедую. Одна из них это книга Откровения. Я ее просто не понимаю. Искренне говорю. Радуюсь этому, что я так мало понимаю Господи Боги. Так вот, еще некоторые места из Даниила, еще некоторые места, естественно, из Езекииля. 7 глава, 13-14 стих книги Даниила. Видел я, 7 глава Даниила, 13-14 стих. Видел я, кстати говоря, евреи никогда не рекомендуют книгу Езекииля, книгу Даниила читать без наставников, читать самим. Они говорят, что это может свести человека с ума, потому что человек пытается представить себе непредставимые вещи. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Обратите внимание, еще одна ловушка, в которую часто попадают доверчивые, любящие Господа Бога христиане. Сын человеческий. С точки зрения русскоязычного христианина, читающего Библию, понятно, что речь идет об Христе. Почему? Потому что сын написан с большой буквы. А почему мы решили, что сын написан с большой буквы? В иврите нету больших букв. Но более того, тут существует еще одна серьезнейшая ловушка. Очень часто сыном человеческим называет Бог самого языки Иля. Он ему говорит, а ты сын человеческий, а ты сын человеческий. Но в оригинальном тексте нету сын человеческий. В оригинальном тексте есть Бен Адам. Адам это первый человек. И все люди на иврите называются Бен Адам. То есть сынами Адама. То есть они Бен Адам, ты Бен Адам, ты Бен Адам, ты Бен Адам. То есть понятие сын человеческий переводится на иврит просто как человек. Никакой не сын человеческий. Точно так же, как животные, называется Бней Хайот. Называется сынами животных. По принципу, был первый человек, Адам. Так это называется. Адам это переводится как человек. А все Бней Адам это сыны человеческие, но это люди. Поэтому, если, например, я сегодня хочу сказать, вот тот человек, я говорю, Бен Адам Азе, тот сын человеческий. Это не имеет никакого отношения, что он сын с большой буквы или маленький. Это дословно переводится как человек. Иными словами, здесь написано, а ты человек дошел до ветхого днями. Когда мы смотрим, сын человеческий, и мы сразу же, конечно, знаем, что речь идет о Боге, о Мессии. И мы приходим к евреям и говорим, они говорят, минуту, не понял. Здесь этого ничего не написано, и здесь действительно этого не написано. Это может быть подразумевается, но это вопрос толкования, а не вопрос перевода. Тем не менее, что очень важно, сын человеческий дошел до ветхого днями. И ветхий, днями, это термин, который есть в книге Зоарев, Кабалей, который имеет отношение действительно к Богу, к Богу Отцу Эйнсов, бесконечному, трансцендентному. Мы с вами говорили об этом. И подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество, и владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Талмуд, поразительная вещь, считает, что несмотря на то, что здесь не написано, сын человеческий с большой буквы, тем не менее, считает, что это место относится к Мессии. На 100% нельзя сказать, что раз оно относится к Мессии, здесь говорится о божественности Мессии. Однако, если вы посмотрите по описанию функций, власть, слава, царство, все ему служат, нельзя никому служить, кроме Господа Бога, то вы можете с большой степенью уверенности говорить, что не просто я или христианин говорит, что это место имеет отношение к божественности Мессии, но даже Талмуд говорит об божественности Мессии. Другое место, там же Даниил, 7 глава, 9-10 стихи. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы и воссел ветхие днями, консенсус, это Господь Бог, одеяние на нем было белок, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь, огненная река выходила и проходила пред ним тысячи тысяч, служили ему тьпы, предстояли пред ним, и судья, судьи сели и раскрылись книги». Дебаты есть по этому поводу в Талмуде, кому принадлежат троны в множественном числе. Мы пропускаем, то есть как бы если трон был бы в единственном числе, все понятно, но есть троны, для нас это не имеет большого значения. В Талмуде посвящена огромная дискуссия, то есть как бы для ветхого днями достаточно трона, а если есть троны, то для кого это? Это мелкие все детали, на которые, конечно, можно вполне не обращать внимания, многих они загоняют в тоску, в скуку, меня же просто в восторг, потому что когда я изучаю эти тексты, для меня становятся понятны очень многие вещи, которые мы воспринимаем, ну как само собой разумеющиеся. Конечно, есть легкое воспринятие Евангелия, легкое воспринятие Библии, но и награда за это достаточно легкая и легковесная. Мне очень бы хотелось, чтобы вы научились копать, чтобы вы научились искать, чтобы вы научились ходить, может быть даже не ответы, но в самом процессе поиска ответов вы станете богаче духовно, лучше и любвеобильнее. Даже если вы ничего не поймете, дайте бог в конце, у вас пропадет оплом по отношению к другим людям. Понимание того, что вы в конечном итоге ни до чего не дошли, хотя и старались, добавить вам трудолюбие и уберет от вас высокомерие по отношению к другим людям. В этом, между прочим, одна из неприходящих ценностей познания. Искать, может быть никогда не доходить до конца, но тем не менее более снисходительно начать относиться к другим людям, потому что вы сами пробовали, пытались и может быть до конца ничего и не добились. Еще пару отрывков. Матфей, 22 глава, стихи 42 по 45. Иисус говорит им, Матфей, не, прошу прощения, Матфей 22, стихи 42-45. Когда собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей Он сын? Опять, видите, чей Он сын? Понятно, ни в греческом языке, ни в еврейте, тут не было бы заглавных букв. Говорят ему, Давидов. В иудаизме понятие Давидов сын, он спрашивает о Христе. Теперь он не говорит о себе, он говорит о Христе. Христос – это мессия, дословно значит намазанный или помазанный. Была серьезная проблема в греческом языке, когда надо было перевести слово мессия на греческий язык. В греческом языке слово Христос или помазание можно перевести. Но проблема в том, что в иудаизме или в еврейте евреи-то знали, что помазанник – это либо царь, либо пророк, либо первосвященник, либо мессия. А вот в греческой ментальности проблема помазанника не существовала. Для них нонсенс сказать намазать кого-то маслом обозначало грязный человек. В греческом языке существовало другое представление. Христос – это мазали щиты. Щиты, которые носили греки, это были деревянные, скожие щиты, которые, чтобы не рассыхались, их, Христос, их мазали маслом. Но одно дело объяснить, что это намазанник, другое дело объяснить концепцию на греческом языке. Так вот, концепции помазанника в греческой ментальности, в греческой культуре, истории, этимологии не существовало. Существует интересная теория. В некоторых списках, в древних списках Нового Завета существует не слово Христос, а слово Христос. Христос на греческом языке обозначает «хороший». Поэтому, когда мы находим, тогда их в Антиохии впервые стали называть христианами, существуют интересные списки или автографы Нового Завета, в которых писать не Христос, а Христос. Имеется в виду, что их стали называть не христианами, а хорошими людьми. Это интересная игра слов, которая приводила к тому, что Христос на самом деле были Христос. И гораздо проще было грекам понять, что они хорошие люди, чем они намазанные. Потому что концепция намазанного человека не имела для них никакого смысла. Так вот, что вы думаете о Христе или о помазаннике или о Мессии? Чей он сын? Обратите внимание, ему не говорят здесь «сын Божий», «сын Давидов». То есть, согласно еврейским представлениям, он должен был быть потомком Давида. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом. Сказал Господь Господу моему. Когда говорит, сказал Господь Господу моему. Интересный текст, когда было бы время, мы с вами бы говорили, что имеется в данном виду. Псалме. «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Серьезный вопрос, на который надо ответить. И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел его спрашивать. Обратите внимание, отсутствие ответа является иногда самым замечательным ответом. Потому что подвигает вас думать и сомневаться в собственной значимости, а именно желании судить других. Когда вы едете на дорогой машине в Советском Союзе или в России, милиционер боится к вам подходить. Потому как он не знает, что у вас просить. Или ему достанется на орешки за то, что он у вас попросил. Или ему на самом деле что-то достанется. Поэтому, когда он у вас останавливает, чтобы получить очередную взятку, он не знает, как с вами разговаривать. Потому что он не знает. Это дурной пример смирения. Но когда перед нами стоят вопросы, на которые мы, слава Богу, не знаем ответов, никто не смел его спрашивать. Даже постановка вопроса подвигает человека уже на то, чтобы он думал. Итак, Мессия, сын Давида, и в то же самое время больше Давида. Я заканчиваю эту лекцию одной маленькой ремаркой. Был до середины 90-х годов в хасидской части Нью-Йоркского Бруклина некий Любавический Рэбе. И это потомок Любавического Рэбе Менахим Шнеерсон. Самая, наверное, значительная и уважаемая фигура современности в сегодняшнем, практически сегодняшнем современном иудаизме. При жизни его последователи называли его сущностью бесконечного или сущностью неопределенного. После смерти его последователи называют его хозяином или сотворцом Вселенной. Подобные вытверждения, естественно, породили критику среди определенной массы иудеев. Тем не менее, показывают нам, что даже сегодня, в среде ортодоксального иудаизма, живет понятие о том, что человек при жизни может быть сотворцом Вселенной и может быть сущностью бесконечного иными словами Богом. Это не я сказал. Это говорят все последователи существующих до сегодняшнего дня самого серьезного течения внутри иудаизма, которое, вы, наверное, слышали, называется Хаббадом. Так вот, ныне уже долго, много лет, десятилетия покойной Менахим Шнеерсон или последней Любовичской Рейбе, объявляется больше, чем человеком. Он не объявляется мессией и сопричастником сущного вневременного. Что для нас замечательный апологетический довод, когда мы еще раз говорим с евреями о сущности мессии. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok